Продолжение следует... Продолжение следует... На наш следующий слет, который состоится 10 сентября на берегу Черного моря, в станице Благовещенской, приглашаем всех желающих. Там будет, конечно, более расширенный слет, пойдет целую неделю, будут идти курсы, курсы по избавлению от вредных привычек, курсы по восстановлению зрения, курсы по избавлению от лишнего веса, по развитию памяти, по омоложению женского организма. Так что можно приехать еще приятно, с полезным, получить еще и какие-то знания новые. Поэтому приглашаю на наш слет в станицу Благовещенскую. Владимир Георгиевич, как Ваше впечатление от экскурсии на гору? Гора как пишет? Ну как, конечно, хорошее, естественно, горы, Кавказ, воздух, травы, запахи, весна. Благодатное место, кто тут не говори. В общем, поэтому спасибо большое за то, что устроили такую сказку в начале мая, на Пасху. Вот, ну и что ж, теперь, да, осенью. До осени, да. До осени уже на море, на Черном море, но там тоже прекрасно, не хуже, чем здесь. Так что пожелания все давайте, приезжайте на наши слеты. Много интересных людей, много интересных идей, новых, общения, отдых. Вот, сегодня мы, как на горах, прекрасно. Спасибо. Спасибо вам, Владимир Георгиевич. Спасибо. Мы организовываем этот слет трезвых сил Юга России, Союз борьбы за народную трезвость. И вот вы, как почетный гость нашего слета, ваши впечатления, еще пока, еще вы не дошли до нашего, до слета, но уже в горы вас вывезли тут показать все ваши впечатления вообще, какие ощущения. Вот, мое участие в слете трезвых сил России начинается с такого краткого путешествия в горы. Наверное, вот местечко Псибай – одно из, может быть, самых загадочных, таинственных мест нашей России, где очень много тайн сокрыто человеческих, которые так на настоящий день не проявлены. И вот мы сейчас находимся как раз на вершине вместе с участниками семинара, собственно, дышим этой энергией гор. Ну, а я хотел высказать благодарность организаторам, потому что основа нашей цивилизации – это, конечно, трезвый образ жизни. В древности только так жила Русь. Потом были умышленно привнесены какие-то иные представления на образ жизни. И вот, к счастью, сейчас, на мой взгляд, идет очень серьезное возрождение трезвости на Руси. В последнее время в панике находятся все те, кто живут за счет наркобизнеса, потому что потребление алкоголя в России в последнее время зафиксировано резкое сокращение. Это связано не с тем, что люди стали меньше пить. Это связано с тем, что растет новое поколение, которое, в принципе, не прикасается к алкоголю. То есть среди молодежи все больше и больше становится тех представителей, кто никогда в течение жизни не прикоснется к алкоголю. Собственно, это и основа нашего движения, концепции общественной безопасности, которую я представляю для нас. Сейчас просто сложно представить, что человек, который, значит, работает с материалами концепции, он в течение жизни хотя бы один раз соприкоснется с алкоголем. Такое просто исключено. Это начиная с моих детей, с костяка студентов нашего университета. И многие-многие последователи сегодня практически во всех регионах России. Поэтому я хотел вам высказать благодарность. Вы, я считаю, стоите на переднем крае борьбы за будущее нашей государственности. И дай Бог вам удачи во всех делах. Спасибо, Виктор Васильевич. Спасибо, Виктор Васильевич. Спасибо, Виктор Васильевич.